Привет, друзья! Сегодня поделюсь своим рецептом ленивых голубцов. Мы называем их голубцы наизнанку. Для этого рецепта не нужно предварительно отваривать рис и капусту. Времени тратится намного меньше, а на вкус такие голубцы ничуть не хуже традиционных. Их едят даже дети. Буду рада, если вам понравится мой способ приготовления этого вкусного и всеми любимого блюда. Здесь мне понадобится мясорубка. Измельчаю 300 грамм говядины и примерно 350 грамм гекки. Мясо, конечно, можно взять любое. Я люблю, когда фарш смешанный, но и из одного вида мяса тоже получается вкусно. Сюда же отправляю одну большую луковицу. И капусту. Примерно 450 граммов. Можно, конечно, капусту мелко нарезать и соединить с фаршем, но тогда не так сочно получится. Добавляю к фаршу соль, черный перец и манную крупу, 3 столовых ложки. С манкой котлетки получаются очень нежные и сочные, поэтому всегда ее добавляю. Сюда же отправляю 2 яйца и перемешиваю. Теперь фарш нужно хорошенько выбить. Просто беру и бросаю. Беру и бросаю. Не менее 20 раз. Убираю в холодильник минут на 30, чтобы манка разбухла. В это время готовлю заливку. Обжариваю на небольшом количестве растительного масла мелко нарезанный лук. Обязательно добавляю чайную ложечку сахара. Тогда и лучок лучше карамелизуется, и соус получается вкуснее. Через минутку добавляю к луку натертую морковь. Обжариваю еще несколько минут и заливаю двумя стаканами томатного сока. У меня сок домашний. Как я его готовлю, смотрите по ссылочке в описании. Но, конечно, вместо сока можно использовать томатный фаст. В стакане с водой развожу столовую ложку сметаны и отправляю в сковороду. Солю. Добавляю немного черного перца и на медленном огне тушу еще минут 5-7. Фарш достаю из холодильника. Еще немного отбиваю и влажными руками формирую котлетки среднего размера. Ни в муке, ни в сухарях не обваливаю. Выкладываю на сковороду с разогретым маслом и обжариваю с двух сторон. Огонь средний. До готовности доводить не нужно. Нужно просто обжарить, чтобы котлетки держали форму. Они совсем не берут масло, поэтому бумажное полотенце здесь не понадобится. Выкладываю просто на тарелку. И также обжариваю остальные. Из этого количества получается 12-15 штук. На дно формы для запекания наливаю примерно столовую ложку растительного масла. Выкладываю хорошо промытый сырой рис. Перемешиваю с маслом и распределяю по форме. Риса всего 1 стакан, этого достаточно. На рис выкладываю обжаренные котлетки. И заливаю подготовленным соусом. Добавляю еще стакан воды. И накрываю форму фольгой. Готовить буду в режиме вверх-вниз при температуре 180 градусов 35 минут. Смотрите по своей духовке. Возможно, вам понадобится меньше или наоборот, чуть больше времени. Через 35 минут у меня все готово. Можно подавать. Если у вас нет духовки, можно приготовить это блюдо в мультиварке. Или на обычной плите в толстостенной кастрюле. В мультиварке готовы на программе крупы или тушения. А на плите на небольшом огне до готовности риса. Чтобы рис не подгорел, на дно кастрюли можно уложить немного нарезанной капусты. Подаю котлетки вот так, вместе с рисом. Можно посыпать мелко нарезанной зеленью. Это очень вкусно. Если вы любите голубцы, но не любите варить для них капусту, попробуйте этот способ. Уверена, вы оцените. Точно так же я готовлю и просто котлетки. Обжариваю и немного потом тушу с бульоном или с такой же томатной заливкой. Котлеты получаются очень сочные и нежные. Вкусно и ароматно. Буду ждать ваши отзывы об этом рецепте. Надеюсь, вам понравился мой способ приготовления голубцов. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok